Йоу, ребята, всем привет! Видос на ютубе, как и обещал. Звук идёт, всё работает, найс. Должно быть хорошо. Так, поляки против римлян. Идея видоса в том, что буду пытаться объяснять всё, что можно, ребята. Поехали, значит. Самое главное для новенького игрока, что правильно объяснить, чтобы городской центр работал без пауз. Поэтому первым делом мы с вами заказываем крестьян в городском центре. Строим домики, потому что иначе у нас не будет популяции. Стартуем у нас 4 из 5 популяций. И как только сделается один крест, второй делаться не сможет. Чтобы этого избежать, делаем именно вот это. Строим два домика. Да, почему строят два домика вначале? Потому что нужно подождать, пока овца подойдёт по ТЦ. Поэтому идеально построить её сразу, ну, чтобы было чётко, красиво и молодёжно. Вот, поначалу еду добывать можно... Да, на протяжении обычной игры еду добывают больше всего с ферм. Соответственно, фермы... Проблема ферм в том, что они дорогие. Они у нас стоят лес, который вначале нужно добыть. Ну и в итоге мы приходим к тому, что у нас еда довольно... Еда самый дорогой ресурс на всё первое время игры. Вот, поэтому ферму мы сеять не хотим. И мы стараемся максимально-максимально, насколько это возможно, использовать халявные источники еды. То есть в данный момент времени это овечка, которая кушается у меня под городским центром. Ну и я при этом ещё подманиваю... Подманиваю зебру. Что значит подманиваю? Зебра, олени и... Да, ну чаще это называют оленями. Зебра, а олени это такой тип еды, который боится военных юнитов. Военных юнитов и крестьян в целом тоже. Поэтому мы её толкаем вот так вот к городскому центру. Постоянно находясь сзади неё. Соответственно, дотолкали. Вот, здесь у меня сразу первая ошибка. У меня лежит сразу две тушки под городским центром. Это не очень хорошо, потому что в игре есть механика гниения. То есть, когда... Как только мы тушечку... Как только мы единицу убили, то есть в данный момент тушечку овцы, она начинает гнить. Так же, как и тушечка... Тушечка зебры. То есть, в начале было 140 еды, вон 133, когда я показал. Стало 132 и так далее. Соответственно, в начале мы исполняем билд ордер. У нас 4 креста идут на лес. 6 крестьян у нас работают под ТЦ. Почему именно 6? Потому что 6 крестьян идеально хватает для того, чтобы бесперебойно производить крестьян из городского центра. То есть, добывать еду, которая идёт на строительство крестьян. Крестьяне стоят ровно 50 еды. Крестьяне стоят ровно 50 еды. Соответственно, подманиваем следующую большую тушку. Кабаны у нас дают сдачи. Вон, сделали тычку. Сделали жирную тычку по моей... По моему кресту. Вон у него сколько хп осталось. Да, очень мало. 4. Но у поляка, кстати, один из бонусов цивилизации. Что в замковой эпохе... В замковой эпохе они у меня начнут регенерироваться. Чуть не забыл дом. Покуляция 14 из 15. Один крест строит дом за то же время, как... Один крест строит дом за то же время, как производит один крест. То есть, 25 игровых секунд. Вот. Соответственно, выходим на следующий источник халявной еды. Это и кягоды. И строим на него обычную мельницу. Но за полякой я строю пульварки. Это у них уникальное здание. Нет больше ни у какой цивилизации. Основная идея, что фермы вокруг пульварков автоматически дают 10% еды с этой фермы в банк. Ну, то есть, по сути, это сильно ускоряет добычу еды. А как я уже сказал, еда, в принципе, довольно дорогой ресурс. Именно за еду у нас. Переход в следующей эпохе. 500 стоит фиот и 800 еды плюс 200 золота стоит переход в замковую эпоху. Это довольно много. Вот. Ну и, соответственно, мы таким образом просто это все дело нивелируем. Так. В итоге я играю через 4 крестьян на лесе. В принципе, это не идеально. Но я думаю, что мне все равно хватит на хороший скаут раш. Да. Вначале наша основная задача это, конечно, построить сильную экономику. И мы будем делать с вами скаутов. Плюсы скаутов в том, что они, ребят, мобильные. И они позволяют построить сильную экономику. Почему? Потому что скауты стоят только еду. Еду мы и так добываем. И не нужно строить дополнительных шахт, например, на золото. Которое необходимо для того, чтобы делать лучников. Которые стоят дерево и золото. То есть мы будем делать скаутов, которые стоят только еду. Концентрироваться на добыче еды. И сеять довольно большое количество полей. Именно для того, чтобы добить большое количество еды. Так вот все тавтологически и получается. Вот, нам вообще нужно будет защищать вот этот фульвар. У меня он получился на форварде. И защищать его будет сложно. Кстати, ребят, играю я против очень сильного бразильского игрока. И я думаю, что с таким уровнем концентрации, который я вкладываю в объяснение, выиграть будет очень сложно. Вот, поэтому готовьтесь. Есть большой шанс того, что игра будет вуз. Причем довольно быстро. Но вы, по крайней мере, поймете, возможно, базовые всякие игровые аспекты. Да, вручную контролирует здесь крестьян. Они как бы и в автомате перенаправляются. Нам хочется, чтобы все было максимально идеально. Стараемся здание строить как стенку. Соответственно, сразу, чтобы не было никаких проблемецов. Вот, отстраиваем здание стенкой. Отправляем побольше крестьян на лес. Вторая лесопилка, чтобы эффективнее работали. Вот, ну и, собственно, пока что никаких велосипедов не изобретаем. Да, фермы не делаем почему? Нам хочется сеять фермы с экономическим апгрейдом в феодальной эпохе. В феодальной эпохе у нас на ферме будет дополнительная штука, которая увеличивает количество еды в этой ферме. И для поляка это не только больше еды в ферме, но еще и, собственно, больше еды, которая отправится нам в банк, как только мы ее засеем. Поэтому поляк это цивилизация, для которой апгрейд на ферму очень важен. И поэтому, тем более у нас есть пока большое количество халявной еды, нам просто банально фермы не нужны. Так, что у нас тут с вами получается? Фаер у нас выходит на золото, за рим. Добывает, кстати, большое количество. То есть это, похоже, будут... Это, похоже, будут, ребята, у нас менты с броней. Я их скаутами точно не убью. Поэтому я сейчас заранее все подволю. То есть мы заволим ресурсы. И я буду ставить стрельбище, чтобы хоть как-то с этими ментами справиться. Возможно, после ментов будет сделано... Блин, вообще, может быть, еще и форвардит. Блин, не знаю, все что угодно здесь может быть. Страшно, на самом деле. Если это форвард плюс менты, мне будет очень больно. Давайте попробуем найти... Ага, он подволивается и строит стрельбище даже. Вау. То есть это, наверное, будут еще и скирмы после ментов. Что тоже реально. Так. Итак, мы вышли на золото. Добываем. Давайте начнем сеять фермы вокруг нашего фульварка. Мы сделали тот самый апгрейд. Вот. И, блин, кстати, сейчас можно по таймингу... Дело в том, что скиром делается сильно быстрее, чем... Сильно быстрее, чем лучник. И по-хорошему, по таймингу, можно понять... Да. Делают мечников. Делают мечников. Паэр делает мечников. Хорошо, что я все-таки делаю лучничков. Ну и он, по-моему, за этим всем тоже делает лучников. Поставим пульварк, чтобы сеять фермы на бейке, потому что... Ну, вроде делает такая себе история. Да, у меня получается очень много еды и очень мало всего остального. Вот. Сейчас еще и дом здесь будет нужен. Я думаю, фаэр меня здесь обходит. Вот. Ну и мы производим личников. Лучники имеют... Нет дополнительного урона против мечников. Ну, это мечники очень сильные в ближнем бою. У римов еще и сильный бонус на броню. У них броня дает двойной эффект. Поэтому я решаю тут просто... Что сделать? Правильно. Просто сделать лучников. Которые... Господи, как сложно думать и говорить. Просто сделать лучников, которые... Ну, рейнджовый юнит и издалека наваливают по вражеским ребятам. Так, ну что. Фаэр пока что к нам на бэк сюда не пришел. Да, домики строим, как я уже говорил, как стенку обязательно. Продолжаем делать без перерывов... Продолжаем делать без перерывов крестьян. Видите, в городском центре заказ весьма хороший. Фаэр вышку еще не нашел. Вот, по идее, только сейчас ее где-то должен увидеть. Ну и Фаэр, кстати, я не уверен вообще. Видел моих лучников или нет? Да, то есть Фаэр сейчас делает скирмов. И мы... Скирмы это контролучникам. У них большой армор вот стрел. И они при этом... Они при этом большой дэмэдж по моим лучникам имеют. Но они при этом плохо бьют крестьян. То есть, в принципе, я сейчас могу не убегать отсюда крестами. Тем более, что они у меня регенерируются. И просто все так же посылать их... Посылать их ремонтировать. То есть, видите, он ремонтирует, но скирмы... Вольно мне не делают при этом. Ага, видите, Фаэр вынужден наступать. А крест оказался живой. Давайте поставим конюшню, которая позволит мне сделать скаутов. Больше скаутов. Видите, еще в чем важно. Первого скаута сохранил, не терял. И он мне дает, по идее, очень большой... Очень большой профит. Потому что скаут не позволяет ему активно нападать на моих лучников. Потому что даже один скаут может очень много скирмов убить, потому что они не умеют стрелять под себя. Ну и, в принципе, они очень хлипенькие против атак ближнего боя. Так, здесь в чем идея? Он как будто бы не собирается меня атаковать. Либо сейчас будет обходить. Но если он будет меня обходить, я это увижу. Потому что, да, у меня тут стоит кузница. Вот его скаут туда прибежал. И мы как бы понимаем, что он как будто бы будет атаковать немножко другую часть карты. Так, пульвар. Обязательно строим пульвар. Так, он разведал. И теперь, по идее, как будто бы скаутов атаковать ему не должно хотеться. Ну, потому что он видит скаутов, это означает, что у меня будет очень сильная армия. Поэтому у меня есть мысля, что мне нужно перестать, ну, не делать большое количество скаутов. Потому что он и так не будет меня атаковать. Так, давайте под вышкой здесь закажем еще одну ферму. Тут палисад можно удалить. Да, продолжаем делать лучников. То есть, военные лучники в любом случае универсальный юнит. Они по-любому будут полезными потом. Вот, и они довольно классные для нас. Так, здесь мы потихоньку выходим на камень по двум причинам. Первое, поляк получает бонусы... Получает бонусы с камнем. То есть, камень дает нам одновременно еще и золото. Ааа, как же я ошибался. Блин, видите, как много скирмов сделал. Все апгрейды на них. И пришел мне все фермы отбивать. Это очень больно, на самом деле. Придется мне здесь построить новый кульвар. Шахту отменяем, эту стенку отменяем. Ну что, главное, что крестьян я вроде бы не потерял. Вот, скирмы по крестам, как я и говорил, бьют не очень бодро. Поэтому доделываем просто скаутов. И постараемся его здесь убить. В принципе, он сделал армор на скирмов. Он сделал большое количество... О, он даже армор на пехоту сделал. Но это, возможно, давно уже было. Так, мои скауты имеют бонусный, кстати, урон по лучникам. Я не уверен, распространяется ли он на скирмах. Ты с места доконул. Так, давай. Да. Продолжаем сядь фермы. Накопилось у меня золото. Дисбаланс ресурсов присутствует. Но ничего не поделаешь. Нам немножечко неожиданно, хоть что он напал. Вот, также обращаем внимание на счет. По счету пока что можно сказать, что он не переходит. Хотя вот только сейчас, по-моему, по счету я его стал слегка догонять. Поэтому, может быть, фаеры нажал ап. Так, рес доделывается. 800 еды стоит переход. И мы его, собственно, тут нажимаем. Давайте вообще там подволим. Это, может быть, потом полезно. Да, фаер соединился. У него огромное количество юнитов. Но юниты не такие сильные. То есть скирмы, в принципе, крестьян не бьют. Пики, собственно, тоже. Поэтому юниты, конечно, интересные. Апгрейды у него мощные. Но, когда мы перейдем в замковую эпоху, по идее, моя армия резко станет сильнее. А его не совсем. Как только я убью здесь пики, если вдруг в какой-то момент здесь пики кончатся, то он, конечно, просто разлетится в ламп. Но, если он как-то прямо сейчас сможет на меня напасть, если бы не было бы стен, он меня, конечно, безусловно бы здесь поубивал бы. Да, делаю я апгрейды. То есть нажали переход. Теперь мы можем большинство ресурсов использовать именно в апгрейде. Ну, не большинство ресурсов. Основные, естественно, это это. Так, он вроде бы почти пробил домик, но не пробил. Отлично, подвычиняли. Кайф. Ой, очень плохо, что я креста потерял. Да, крестов, конечно, теряет, но ни в какую нежелательно. Вот. Плюс, конечно, что, как я говорил, что у меня чуть-чуть они усилятся. Пайер, естественно, там отстреливает меня. Да, будем бегать здесь скаутами, просто чтобы он при этом... Чтобы он ментами бегал за моими скаутами, а не пробовал атаковать мою армию. Ой, а не пробовал атаковать мои строения. Видите, у него теперь только мечники атакуют. Пики уже не пробивают. Это выгодно, классно и так далее. Так, ну это мы постараемся здесь убить теми силами, что у нас есть. Ранеными крестами пойдемте на камень. Камень еще важен для городских центров. То есть замковая эпоха, это эпоха, в которой можно строить дополнительные городские центры. Это, безусловно, выгодно. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо скаутов постараться не терять. Домик он тут сломает, но мне уже не так важно его вычинивать. Я с двумя конями файт здесь выигрываю точно. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Еще и лучники у меня апнутся, поэтому я даже сам сейчас этот домик удалю. Так, будем здесь нападать. Он постарается, я думаю, максимально выгодно для себя здесь разменяться. Ага, он перешел. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, ну нам тут не важно, сколько армора у пик. У лучников бешеный урон. Да, ну и в итоге он какое-то количество лучников, конечно, смог забрать. Но этого мало. Вся его армия тут разлетится. Ну, опять же, армия не такая дорогая. Скирма это трэш-юнит. Ну и, в принципе, он... Возможно... Он, возможно, своего добился. Делаем два экономических апгрейда. В том числе и на фермы. Еще больше еды у нас будет в фермах. Ну и плюс кресты чуть-чуть больше перетаскивают. Лучников сейчас перестану делать. Хотя это может быть плохо, да. Давайте, наверное, продолжим. Если что, попозже перестанем. Так, хочу там полностью закрыть. Давайте сначала подхилим скаутов. Есть еще шанс, что туда вернутся менты. Поэтому я хочу здесь закрыть. Если он вдруг собирается по игре делать мечников, то это будет больно. Так, ну что. У нас пока что сильно это. У нас набрался камень на ТЦ. ТЦ поставлю вот такой вот в поле, чтобы... Так, что он делает? Что был за юнит? Да, менты вернулись, как я и говорил. Жалко, что я не успел закрыть. Ага, еще скирмой фигня, блин. Давайте это одним конем все убьем. А этой армией пойдем вперед. А, делает коней. Очень хороший рейд. Убьет мне несколько крестьян и отложит ТЦ еще. Это обидно. Давайте раненых скаутов пошлем за реликвии. Этот монак у нас соберет реликвию. Так, ну и здесь мы все убиваем. Надо побыстрее закончить этот городской центр. Кони у него с плюс 2 апгрейдом чуть-чуть лучше, чем мои. Так, тут мои скауты совсем справились. Давайте побежим туда. Да, я буду делать сейчас монаков. Монахи очень эффективны против коней, потому что кони юнит бронированный и дорогое. Монахи позволяют нам перевербовать на свою сторону вражеских юнитов. Это очень классно, выгодно и приятно. Так, надо понять, успею ли я тут спасти своих лучников. Да, он меня, конечно, тут прилично поразваливал. Так, скорость передвижения на коне у меня сделана. Два ТЦ мы продолжаем в Уме. Давайте следующий ТЦ. И нам надо будет уже кульварки новые подстраивать. Ай-яй-яй. Блин, видите, как фаер классно отводит раненых, чтобы тоже хилить их на монахах. Классный мув с его стороны. Тут мои скауты, я думаю, готовы убивать. Готовы убивать. Так, ну и что, нам в этой игре нужен, по идее, замок. Замок позволит нам с вами сделать апгрейдж. Наши вот эти дорогущие рыцари, как я говорил. Потому что они будут стоить копейки по золоту. Ну, а золото со временем будет один из самых дорогих ресурсов. Так, сейчас у меня мало очень добывается лес. Надо это исправлять. Да и золота тоже немного. Короче, фаер напрягает меня, ребята. Подсчет у меня не обгоняет. Из чего я делаю вывод, что, в принципе, игровая ситуация неплохая. Закажем немножко легкой кавалерии. Легкая кавалерия будет хороша против потенциальных монахов, которых он делает. А знаем мы про это, потому что он посылал, сохранял коней именно для того, чтобы их вылечить. То есть он раненых очень активно отводил. Это значит, что он делает монахов. Мы будем стараться их убивать. Так, давайте пошлем туда три живых коня. Двух оставим. А, надо больше, чем три, да? Он прям активно туда побежал в рейд. Жестко. Так. Да, у фаера хорошая апгрейда на конях. Так, теперь вербовать тут не получится. Сеем снова кульверки обязательно. Так, давайте одной легкой кавалерии пойдем посмотрим, что он делает. Второй тоже посмотрим. И третью отсюда тоже направим. Сейчас попробуем с нескольких сторон на него напасть. Может быть, что-то из этого и выйдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько коней, ребята. Мы к такому не готовы. Он тоже сделал этот. Да, видите, он тоже легкой кавалерии пытается убить моих этих. Ой, как плохо. Да, вот это момент, в который я чуть-чуть начал проигрывать. Или даже не чуть-чуть. Так, давайте закажем замок. Он нам, безусловно, тут нужен. Легкая кавалерия против рыцарей очень слабая. То есть она сильно именно против монахов, потому что ее сложнее конвертить. Она дешевая. Ну и вот это вот все. Да, у меня очень большие проблемы, конечно, с деревом. Как будто бы вот здесь крестами надо будет выйти на дерево. Вместо того, что они добывают сейчас. Блин, мне кажется, у него не очень сильная экономика. Он играет за Рим, конечно, за... Ой, да, за Рим, за сильную экономическую цивилизацию. Но мне что-то подсказывает, что экономика у него все равно не очень классная. Ну, а мне, в свою очередь, бы маркет очень пригодился. Так. Еда есть. Заказываем на еду храней. Хотя, может быть, надо как раз-таки накопить на апгрейд вот этот, который даст нам огромную скидку. Ну и пока игра, собственно, про то, чтобы зарейдить друг друга. Кто там больше реликвий соберет. Все такое. Вот. У меня поэтому легкая кавалерия стоит так, чтобы не давать реликвии. А реликвии, ребят, в свою очередь, генерируют золото. Так. Ну что, в принципе, 71 крест. Экономика у меня неплохая. Да. Так. Какие-то конверты, конечно, были бы очень кстати. Давайте построим четвертый городской центр. Ну-ка. Потому что вот эта сточка у меня такая лобоватая. 4 ТЦ, конечно, дорого для такой ситуации. Но и может сработать. Но и может сработать. Отлично. Реликвию нашел. Минимум 2 у меня уже должно быть. Минимум 2 реликвии должно быть. Плюс 2 я тут контролирую. Он вроде их собрать не должен. Так. Сейчас десеем вот эти фермы. У нас хватит на... Рассказание. У нас должно хватить на этот апгрейд. Стоит им 500 еды. Рассказание. Давай, давай, давай. Отлично. Хватило. Теперь я думаю, он будет делать пики. Но у нас есть классные ребята из замка. Поэтому я продолжу... Продолжу добывать камень. Да, продолжаем сеть фермы. Нон-стопом производим крестьян. Можно было, кстати, автопарм поиспользовать. Ну и, собственно, у нас монахи для обороны. Нему монков не даем добывать. А он идеально по таймингу, блин, атакует, ребят. Давайте начнем здесь вербовать. Да, он, естественно, отступает. Этот монахи, надо, чтобы он скинул релик. О, все, апп сделался. Блин, мне теперь нужно сильно больше конюшен. Да, но классно, что я его напугал, потому что армию он сделал уже очень большую. Да, нападает первым делом на этот. Отлично. Ну, а мы с вами начинаем, ребята, спамить просто армию. Видите, всего 8 на золоте, а мы с вами делаем дорогущих... Дорогущих коней. Можно, кстати, этих ребят в рейд отправить. По идее, из такого количества этих я должен сейчас быстренько наспамить. Ай-яй-яй, вот это хороший рейд от него. Нет, надо вернуться, кажется. Хотя, непонятно, может быть и не стоит возвращаться. Ну, ладно. Давайте, наверное, все-таки мы туда вернемся. Блин, он потихонечку добавляет пики, да, еще к этому делу. Давайте начнем добавлять моих уникальных ребят. Пум-пум-пум-пум-пум. Вы сюда, вы на камень. Да, проблема в том, что у его цивилизации пики сильные. Но он, кстати, реликвий не собирает. Это считается не очень сильным. Ага, и замок строят. Ну, погнали. Рановато для меня. Блин, а нахал бы сохранить. Конечно, парочку конвертов я сделал. Да, но выглядит хорошо для него этот файл. Спрятать кристиану. Лучник один пусть воюет. Да, но он, кажется, меня передавливает тут. Блин, хороший замок ставят. Давайте построим рынок. Блин, я еще монахов из башни не зафокусил. Его монахи сконвертили моих. Ага. Да, ну и файт получается не очень хороший для меня. Ой-ой-ой, там рейд. Подбежал он меня в итоге. Так, ну ладно, просто прячемся всей армией. Да, здесь нужно обязательно замок построить. Если я его построю, то, в принципе, играбельно. Потому что он-то сильно вкладывается в эту эпоху. А у меня юниты уже дешевле, чем у него стоят. Давайте тоже еду чуть-чуть купим, которую он накупил. Ну и попробуем продолжить сюда сеять ферма. Конечно, там много ферм довольно отбили. Да, что-то как-то не удерживают. Мои юниты не справляются с ним. Да, проигрываю. Так, ну что, здесь от Дефлос у него второй замок какой-то слегка бесполезный. Да, в той же самой точке он его построил. По счету даже я слегка вперед вышел. Но у него карта сейчас лучше контролируется. Надо как-то его попробовать поатаковать. Давайте этим и займемся. Сейчас, если я поставлю третий замок, в принципе, он кушать меня не сможет. Вот, может быть, даже где-то вот туда его надо построить. Давайте я, наверное, лес, ребят, сниму. Потому что лес у нас постоянно в этой игре копится. Отлично. Кстати, еще баллистика, да. То есть изначально наши юниты стреляют. Не попадают. Просто банально не попадают. Вот, чтобы они начали попадать, необходимо сделать баллистику. Вот, стрела, да. То есть они стреляют в ту точку, где в данный момент находится юнит. Ну и как будто бы они не знают, что такое баллистика. Работает это таким образом. Так, а фаер идеально, кстати, прочитал мой рейд. Давайте даже, наверное, слегка вернемся. Блин, он тоже мог нажать переход. Вот, и если этот так, он сейчас ранчапнется, у него будут доступны требушеты, которые позволят ему здесь все у меня сломать. И это, безусловно, обидно. Потому что он сломает нам всю базу. Блин, у него там еще много коней, да, получилось. Он к семи ими пробежал. Да, блин, хотя армии много. Хочется верить, что ему не хватает. Баллистику сейчас не буду заказывать. Она стоит золота, которое я сейчас буду для перехода использовать. Да, но фаер, конечно, продолжает тут жестко. Давайте, наверное, забьем пока на реликвию. Так, нажимаем переход вот в этом городском центре. Ой, я без тачки играл. И без апов на золото. Это, конечно, ошибочка. Забыл про эти апгрейды. Заказываем. И поехали. Так, отсюда можно, наверное, на лес немножечко дисфорцировать добычу леса. Сюда добавить побольше тоже. Сюда, вы сюда, вы туда. Так, ну и теперь, как будто бы, нужно делать моих уникальных юнитов. Да, про пехоту, ребят, не успела рассказать. Ее основная фишка, что за каждый удар она снимает броню. То есть, разок попал, снял броню. Разок второй попал, минус еще броня. В общем, очень удобно. Так, здесь, кстати, волк, как будто бы, съел этот аванпост. Да, у него. Вот, поэтому... Аааа, они сюда выходят. Не, ребят, тут ничего добывать уже не следует. Максимум, вот это один городской центр. Так, ну давайте с другой стороны сделаем шахту. Блин, они там подтупливают, конечно. Так, баллистика есть. Вон, видите, сразу начали по нему попадать. Тут, на самом деле, не очень понятно, каких юнитов он будет делать. Но по счету показывает, что у него, конечно, люто лучше, чем у меня. Куда же, через умрет. Крестьяночка. Давайте, была ошибка с первой тачкой. Давайте зато вторую побострее сделаем. Так, он тоже делает университет. Значит, он будет делать, скорее всего, ребят скорпионов. Кстати, оба реликвия у меня упали. Он, естественно, ее тут себе утаскивает. Так, здесь, ну давайте, разменяемся, похоже. Ну, короче, единственная моя надежда, что, может быть, я каким-то чудом раньше перейду. Хотя против скорпионов я могу сделать... Видите, здесь ребята просто снимают арморы, потом откусывают огромные куски. То есть, как раз у римлян идея в том, что пехота очень армированная. Поэтому бонус очень приятный. Так, этот требушет. Здесь нужно сделать этих ребят. Там мы файт почему-то не выиграли. Там у нас рейдят пиками неприятно. Заказываем сразу химию. Химия позволит нам делать пушки. Ну, а пушки позволят нам... Что? Пушки позволят нам... Снайпить скорпионов. Стрелять по ним издалека. Блин, по счету, конечно, я сильно просел. Я считаю, значит, что я какие-то очень плохие файты принимал. Так, первый треб тут уже работает. Сейчас мы постараемся его здесь закрыть. Чтобы нам ничего плохого не произошло. В принципе, если я сломаю замки... Да блин, не доделал туда юнитов, да, и теперь... Блин. Давайте так, откроем туда три штучки. Потому что треб надо делать в эту же сторону, конечно. Так, химия почти готова. Не очень понятно, какую армию он будет делать. У меня обучи. Так, еду еще можно попродавать. У меня будут обучи. У меня будут пушки. Вот, заказал уже первые пушки. Отлично. От него, опять же, говорю, ожидаю этих. Так, специально заманил его под эту. А, он делает легионера. Блин, легионеры сильные, ребята. Это очень сильная пехота. Блин, а у меня обгрейд на атаку, что ли, да? Не нажал сразу. Обида. Давайте попробуем напасть сюда. У меня, по ощущениям, я сильный. У меня нету элитного апгрейда на моих ребят. Но я все равно сильный. То есть у меня есть кавалеры. То есть у меня есть кавалеры. Кавалеры, ребята, сами по себе приличного уровня. Так, отлично. Этот реп сейчас упадет. Надо сделать вторую броню моим кавалерчикам. Не, нафигеть, меня замучили пиками. Так, мне хватает на этот апгрейд. Давайте потом... О, мы сейчас закажем еще юнит. Ну и пока не очень понятно вообще, кого он собирается делать. Давайте сбегаем в рейд. Я не думаю, что он сейчас много пик заказывает. И там снова отправляет в рейд в эту слабую точку. Фаер красавчик. И четко находит места, где может подрейдить. Угу. Надо все требы сложить. Этими пацанами надо сюда вернуться. Да, но по ощущениям Фаер добавляет Скорпов. По ощущениям Фаер делает Скорпионов. Давайте попробуем здесь ТЦ поставить. Потому что явно... Ему явно нравится атаковать эту часть карты. Вот, Фаеру, по-моему, не хватает легионеров. Легионеры бы здесь... Откуда у него всегда пики? Я вот только-только начинаю рейдить, у него там пики, парни. Ну и что это такое? Так. Да, апгрейд на ферму бы надо сделать. На самом деле, видите, как много еще вещей тут надо сделать. Так, ну я выиграл здесь сражение. Это очень хорошо. Это замечательно. Давайте требушеты пока сохраним. Все пушки работать. Кресты у нас заказаны. Правда, 30 айдлов. Очень много айдлов. Очень много айдлов. Валерия плюс 4, плюс 4. Так, вот они первые, скорпы. Ай-яй-яй-яй. Ммм. Да, делает большое количество он довольно сильных ребят. Так, давайте попробуем пушки забрать. Блин, ну золото же у него не бесконечное. Мне бы, конечно, сделать своих сильных БЛ-кашек. Да, и он еще при этом без золота играет. Ой, без реликвий, в смысле. Как же долго работает автофарм. Нет, мои пушки. Переверубованный обуч. Обуч. Так, тут замок мой демонтируют просто так. Мне это не нравится. Так, ну все. 119 крестьян. Осадки ломаем. Блин, он еще мою голду здесь жрет. Вот жучила. Так, давайте посмотрим, расстреляем ли мы там его. Можно третью стрелу, кстати, сделать. Третья стрела нам тут хорошо поможет. Так. Вокруг этого ТЦ, да? Все. Ой, элитный Центурион. Вау, он даже элитно вапнул. Я не уверен, что я вообще много игр видел с этим апгрейдом. Ну что, мы ставим много конюшен. Моя комбинация это... Мне по-любому нужно будет сейчас гусар добавлять. Да, когда у него находятся Центурионы, сзади вот этих вот легионеров, он получает дополнительную, по-моему, скорость атаки или что-то такое. Да, неудивительно, что он сейчас просто разбирает мою там армию. Блин. Мне очень нужен этот апгрейд. Да, и файт там очень хороший для него был. Ладно, давайте продадим камень. Там просто нужно получить этот апп, пожалуйста. Все, у меня будут, ну, не кулапнутые, но почти кулапнутые ребята. Можно крестьян еще добавить. Блин, я по экономике просел, ребята. Очень плохое макро показываю. Да, ебучей всех потерял. Нужно было ждать гусар, да не пираться тут особо нельзя было. Паер потихоньку забирает игру. Так, ну что, у нас поздняя игра. Здесь золото уже потихонечку заканчивается. Крестьяне уже важные, но не настолько. Вот, поэтому мы начинаем делать юнитов, которые не стоят золота. У меня сильный, из этих юнитов сильный вингет гусары. У него тоже довольно классная легкая кавалерия с чардж-атакой. Я, кстати, не уверен, что он сделает апгрейд. Я не уверен, должен ли он мне показываться, что он будет сделан. Так, он здесь сразу меня моментально зарейдил. Да, сейчас проблема в том, что мне нужно прям почти штук 90 ферм. И миллиард конюшен. Так, он будет, наверное, пытаться мне тут замок сломать. Или просто пытается забежать. Давайте, если просто забегает, мы его там встретим. Но эти легионеры, ребята, они просто центурионы. Они просто в нулину развалят мою легкую кавалерию сейчас. То есть мне только за счет количества нужно как-то отыгрывать. Так, и с этой стороны тоже забегает. Камень я уже продал. Да, у меня еще нет одного апгрейда, который дает мне сплэш урон на моих ребят. Да, и я пока не уверен, что я могу сделать этот апп. Он очень много золота стоит, по-моему. 550, да, в данный момент времени я себе такого не могу позволить. Так. Так, ну что, фаер уже довольно глубоко ко мне забежал сюда, да? Он, конечно, сейчас сам будет как бешеный спамить ЛК. Пусть не забываем, что у него... Как-то будет три реликвии в какой-то момент времени. Да, и не очень понятно, как я, в принципе, буду с этими ребятами его справляться. Просто спамим Мазгусар, насколько нам хватает резов. Давайте еще конюшин построим. Там мы как будто бы файт потихонечку начали выигрывать, да? Так, ну что, он может сделать Алибарда? Что будет, так только он сделает Алибарды? Блин, да. Еще целая куча золота на нас бежит. Огромная куча золота бежит. Очень здорово, что у меня апнуты и баллистика, и химия, и... Мои здания очень сильно по нему стреляют, но я боюсь, что этого будет недостаточно. Я боюсь, что этого будет недостаточно. Simply not enough. Так, здесь еще две фермы помещаются. Треба забрал. Ай. Мазгусар погиб. Блин, он еще и стены там отстроил. Фаер готовится к очень долгой игре за Рим против моих ребят. Так, тут надо как-то это... Блин, у меня столько римских ребят. Ой, сколько здесь? Тут как раз 570 голды, ребята. Ай, я не против трех, я против пяти реликвий играю. Он же стырил у меня релики. Блиииин. Очень круто для него. Но шансов у меня еще меньше. Ну ладно. Давайте все равно пробовать. Надо как-то убегать в рейды. Побежали туда, побежали туда. Да, алибарды с корта пошли. Блин. Без голды я это не убиваю. Либо мне нужно ну прям просто миллион. Миллион этих вингет гусаров. И обязательно нужен прэмпл дэмэдж. Давайте что-ли попробуем весь лес продать. Весь лес продать. Гусар я назад не отвел. Эти пять обучей на самом деле могут... Могут очень помочь. 550 золота. Где же взять 550 золота? Ладно, давайте драться. Надо купить камень еще, чтобы замок чинить. Так, ну что, файт начался. Давайте зафокусим требы. Может быть... Может быть... Вообще плохо так делать, потому что лучше сначала выиграть файт, а потом сломать три бушеты. И возможно как раз таки этих вингет гусаров мне не хватило, чтобы этот файт выиграть. Ну а возможно я просто уже проиграл игру. Так, этот сюда. Это сюда. Пытаемся максимально направлять в лоб. Заказ, конечно, у меня большой, но не хватило мне этого одного апгрейда, на мой взгляд. Если бы этот апгрейд здесь был, может быть бы я выиграл файта, вместе с ним бы смог бы зацепиться за игру. Но этого сделать здесь не удалось. Файер все-таки классно реализовал римлян. Элитный Центурион, на мой взгляд, было очень грамотное решение. Да, в данный момент времени он меня пушит. Три бушеты мне издалека. Скорпионы заползают. Даже, кстати, без апгрейдов он. Много апов не сделал на них. Плюс один дальность, например. Очень важный апгрейд. Он его не сделал. И на три бы демедж бы это увеличило. Вот, алибарды еще есть сильнее обычных у римов. Поэтому сложно против них тут как-то бороться. Ну и Центурионы, ребята, очень армированные. Сложно их пробивать. Да, именно, трампул демеджем. То есть демеджем по площади. Можно было бы их как-то пробить, но не вышло. Пробиться МГГ. Файер молодец. Один из... Кстати, возможно, самый сильный. Не, это Дагау самый сильный. Файер, наверное, топ-2 или топ-3 бразильский игрок. Очень сильный. Вот. Ну и, в принципе, игра была хорошая, на мой взгляд. Много получилось еще объяснить. Вон, классные стенки поставил. Главное, чтобы поляк его не зарейдил. Все четко он здесь понимает. Особенно с пятью реликвиями. В общем, Файер... Файер очень хорошо отыграл эту игру. Он молодец. И очень классные рейды контролил. Каждый раз, когда я пытался к нему бежать, всегда были пики расставлены, да? Давайте быстро посмотрим статистику. Надеюсь, что вам эта игра понравилась, ребят. И всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видосе. Если у вас остались какие-то моменты, которые я не успел объяснить по ходу игры, то обязательно спрашивайте в комментариях. Постараюсь максимально вам все объяснить и разобрать. Всем пока. Хорошего настроения. Продолжение следует...